Сумасшедшая распродажа на сайте Gearbest. Акция на наушники, квадрокоптеры, телефоны, смартфоны, смарт-часы, геймпады. Переходите по ссылочке. Для тех, кто интересуется другими акциями и специальными приложениями от компании Gearbest, можно будет ознакомиться в группе. Ссылки на акцию и группу будут в описании видео. Всем привет! С вами канал Все про Андроид. И сегодня у нас довольно-таки интересное приложение, которое называется Conceptual App Folder. Коротко аббревиатура CAF. Что может данное приложение? Оно позволит вам создавать папки, в которых приложения будут меняться в зависимости от того, какие действия выполняются с вашим Андроид устройством. Скачать приложение можно будет из PlayMarket. По умолчанию уже создана папка, которая называется Headphones. И действия на нее назначены активация в папке приложений музыка и радио. Для того, чтобы добавить папку, просто нажимаем на плюсик и выбираем сценарий. Сценарий, как вы видите, огромное количество. Местоположение, подключение к Wi-Fi, подключение Bluetooth, подключение зарядки, звонок по времени и по уведомлениям. То есть определенные триггера, по которым приложения в папке будут меняться. Давайте зададим по подключению к Wi-Fi сети. Так будет проще продемонстрировать. Переходим в подключение сценария по Wi-Fi сети и выбираем приложения, которые будут появляться в данной папке при подключении к определенной Wi-Fi сети. Я навскидку выберу несколько приложений. Их можно выбрать, даже не знаю какое количество, но все прекрасно работает. И вид, кстати, папки можно будет настроить. Итак, у нас создана теперь папка, которая называется Network Name I Am Spock. И при подключении к Wi-Fi в этой папке будут появляться следующие приложения. То есть почта, скрин-рекодер, YouTube и заметки, извините. Создадим еще одну папочку для того, чтобы продемонстрировать, как все это дело выглядит. Вот у меня есть Bluetooth наушники. Кстати, обзор на них можно будет посмотреть на моем канале. Что будет происходить с данной папкой при подключении Bluetooth наушников? Мы активируем пару приложений. Это будет у нас Viper FX и приложение музыка. Добавляем. Переходим. Все готово. Теперь можно изменить вид и конфигурацию самой папки. Во-первых, выбрать стиль, как будет выглядеть папка. Выбрать цвет и окантовку. Layout. Увеличить, изменить размеры. Текста. Размещение папки. Кнопок. Ну, в общем, это настройка папок, с которыми вы сможете проэспериментировать. Для того, чтобы папка на рабочем столе не отличалась от папок, которые установлены на вашем Android устройстве. Поскольку у всех разные, скажем так, операционные системы версии Android. И папки, как хотелось бы, должны соответствовать. Итак, переходим теперь к нашему приложению и смотрим, что у нас получилось. Теперь, для того, чтобы добавить нужную папку, нам необходимо добавить виджет. Виджет будет называться CAF. Сейчас мы кинем его на рабочий стол и посмотрим, что у нас будет происходить. Берем этот виджет, добавляем его на рабочий стол и смотрим. На данном этапе у нас подключена Wi-Fi сеть и папочка включила определенные приложения. По подключению к наушникам мы не задавали. Сейчас мы подключим Bluetooth наушники и посмотрим, что у нас изменяется. То есть, у нас Bluetooth включен. Сейчас я активирую наушники и посмотрим, как изменится данная папка. То есть, задавать триггера по умолчанию вы сможете для любых приложений. Подключаем Bluetooth наушники. Сейчас идет поиск. Подключаем. Идет подключение. Meizu наушники подключены. И вы видите, что содержимое приложений в папке изменилось на то, что мы выбирали по триггеру. Допустим, если вы установите определенное местоположение, у вас включен будет GPS, то тогда в папке будут меняться данные приложения. Сейчас мы отключим Bluetooth наушники. И у нас папочка, видите, моментально изменилась. Если мы отключимся от Wi-Fi сети, то папка тоже примет определенный вид. То есть, по умолчанию, поскольку для Wi-Fi мы выбрали именно данное приложение, папка меняется. Включаем Wi-Fi. Я просто хочу продемонстрировать, как все это дело работает. Дожидаемся, пока наш смартфон подключится. И видите, что у нас активировались приложения, которые мы задавали при подключении к данной сети. Вот так все это дело работает. Как я уже сказал, никаких осложнений с работой программы не возникает. Можно добавлять огромное количество всевозможных папок по определенным событиям. Очень интересное приложение, особенно интересный сценарий по дням недели. То есть, вы можете выбрать день недели, задать по каким дням недели, по времени будут активироваться определенные приложения и задать этот триггер. Вот так все это дело работает. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что вы сможете всегда изменить, как будет выглядеть папка и задать ей определенные стили. Приложение абсолютно бесплатно. Масса триггеров, как я уже сказал. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!